Глава тридцать шестая И было в четырнадцатый год царя Езекий пошел синахерим царя Сирийский против всех упозрепленных городов Иудеи и взял их. Удивительен был этот муж, удивительен и велик. Выслушай, когда Бог намерен сделать что-либо дивное, то он раньше соображает. Зыди, говорит, чтобы ты не думал, что Иерусалим мог спастись со своими укреплениями. Смотри на правду мужа, который был защитником города. Неприятель взял другие города, но не мог завоевать Иерусалима. Тем не менее, он продолжительное время занимался военными действиями относительно его. Как человек смелый, переходя через ограждавший вал, он овловел прочими городами. И послал царя Сирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекий, и Рапсака с большим войском, и он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. Он хотел удержать все города, а также завладеть и этим. Но почему с силой великой? Только за тем, чтобы объявилась сила Божия. Он пришел внезапно, устрашая словами и видом многочисленных воинов, привел жителей города в трепет. Он не знал, что он возвратится с окаменелым сердцем и разбитой надеждой. Как же они не устрашились, если пришедший не как храбрый воин, но как деспотический царь намерен был все истребить по своей смелости. И сказал им Рапсак, «Скажите, Езекий, так говорит царь, великий царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова. А для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Он счел обременительным назвать Езекию царем. Справедливо ты сказал, что битва совершается не словами и не мудростью, но силой Божией. А что означают эти слова? Советом и словесами. Они означают или слова, направленные к Езекии, или мысль того, который думал, что евреи сильны только на словах. Говорил о них с насмешкой, как бы так. Хотя у тебя советники, пророки, однако в этом нет никакой пользы. Но нужны оружие, стенобитные машины, храбрые мужи, сила, по обычаю варваров и сильных. О, бесполезное и гордое слово! О, нездравый ум! Разве без совета что-то может совершиться? Если ты разумно не устроишь войско, то труд будет тщетным и напрасным. Кто предает тебе храбрости? Разве египтяне, говоря о слабости их, он утверждает, что они не приносят никакой пользы, а даже вредят. Это он говорил справедливо, а остальное же неправда. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если скажешь мне на Господа, Бога нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высотые жертвенники отменил, Езекий сказал Иуде и Иерусалиму, перед симзакожертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступи в союз с господином моим царем Ассирийским. Что же он сказал после этого, приказав воинам держать город в осаде? Смотри, какое свидетельство от неприятелей. Что ты говоришь, жалкий человек рабы, уповает на египтян. Если уповающие рабы, по той причине, что они уповали на египтян, то этими словами он вновь унижает гордость египтян. Однако он с пользой поносил их, указывая на надежду, на Бога, который часто мог посылать им величайшую помощь. Смотри, каким образом он приводил их к сомнению. И ныне, разве я без повеления Господне пришел воевать на вас? Он говорит, вывел нас, и потому не может нас сохранить. А ты говоришь, он вывел нас? Стих 11. И сказал Илья Аким Исевна Иоах Рапсаку, Говори рабам твоим по-рамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рапсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал, слушайте слово царя великого, царя истерийского. Так, говорит царь, пусть не обольщает вас, Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас, Езекия, Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя истерийского. Не слушайте, Езекия, ибо так, говорит царь истерийский, примиритесь со мной и выйдите ко мне. Смотри, как они вызывали его. Тебе нужно было надеяться на силу Божию. Ты, говорит, не устрашай умов твоих воинов. Эти слова полны великого безумия. Этот гордец расслаблял ум воинов, то обещанием благ, то страшными угрозами. Он говорит о слабости прочих богов, потом Самарии и союзников. Смотри на старания его о том, чтобы сделать победу славную. Ты сказал, что они не принесли спасения. Но если сохраняет Бог, то по твоему же разуму такой Бог есть великий и не одинаковый с прочими. Смотри, он угрожает всем людям, особенно иудеям, омерзительными казнями. О, несчастные! Никто не отвечал ему. Почему? Ничего нет подобного Богу. Не думай, что помощь бессильна. Слышащие это разрывали свои одежды и объявили об этом языке. А он, наученный от Давида, я, говорит, слыша поношение, их сложил в себя одежду и надел в речище. И сделал то же самое.